На первый взгляд эта картина выглядит странной, но на самом деле женщины заняты своей красотой. Выполняют одно из упражнений зарядки для лица. Фейсбилдинг – новое для Копейска направление. Названий очень много – зарядка для лица, гимнастика для лица. Я занимаюсь именно фейсбилдингом. Это комплекс не только упражнений, а получается и привычки, и питание, и образ жизни, упражнения. Упражнения также есть на расслабление определенных мышц, наоборот, чтобы придать тонус определенным мышцам. Слегка придали им, так скажем, объемы, чтобы они немножко придавливали. И начинаем поднимать брови наверх. Поднимаем брови так и смотрим в зеркало, чтобы лоб не морщился. А какие ощущения в лице? Прилив сразу крови. Ощущается, что размялось лицо, стало помягче. Ничего не шевелится пока первый раз. Пока только разминочка. Только надо ощущение поймать, что есть мышца, что она должна работать. Фейсбилдинг – это не волшебная пилюля. Хорошие результаты приходят к тем, кто вел его в свою жизнь на регулярной основе. Я заметила и после занятий, и после принятия воды даже, что кожа улучшилась намного. Вот из советов Анастасии, что изменить питание немножко, и если выпивать все-таки то количество воды, которое нужно меньше, даже сыпи на коже, я заметила, прыщей вообще практически уменьшилось. Раз в неделю комплекс полный я делаю. И делаю именно умывание и самомассаж. Это каждый день минимум. Ну вот с комплексом, то есть раз в неделю. Ну результаты у меня уже явно видны. То есть я даже сама для себя вижу. У меня открылись веки, приподнялись веки. У меня асимметрия лица, и левая сторона стала выправляться. Даже на фотографиях вот видно, что левая сторона вот эта стала подтягиваться. Наталья – мама Анастасии. Именно с нее дочка начала свои тренировки. Я пробовала косметологов, и я не всем была довольна. И ей хотелось найти способ, как сделать маму моложе, но без уколов и химических всяких препаратов. То есть я думаю, отчасти я ее подтолкнула, потому что видя, когда мама стареет, дочери всегда что-то хочется сделать для мамы. Зарядка для лица – одно из направлений комплекса здорового человека, над которым работает Анастасия. Универсальные упражнения подходят и мужчинам. Но в основном все те же самые упражнения, и точно такие же у них межбровки заламываются, и также у них носогубки висят. Многие мужчины это очень тяжело переживают. Некоторые вообще не замечают, а некоторые тяжело. И поэтому муж, да, он как бы некоторые упражнения делал, заинтересовался этим. Хотя фейсбилдингом интересуются и мужчины, в чай женского праздника тренер по красоте дала рекомендации именно для прекрасной половины телезрителей НСИТ-ТВ. Упражнение для придания объема верхней губы. Мы ставим для себя ориентир, это ручку, проводим прямую линию от губ к руке и берем точку немножечко выше. И тянемся к этой высшей точке верхней губой. Выглядит это примерно вот так. Для того, чтобы исключить наши горизонтальные морщинки на лбу, мы устанавливаем ручки вот в такой замок, укладываем их на лоб, стараемся сильно не давить и начинаем поднимать брови наверх. Взгляд при этом смотрит наверх. И третье упражнение называется галочка. Делаем его на нижнее веко, для того, чтобы исключить припухлость века, мешочки, вот эти синячки. Мы укладываем вот такую галочку на ручки, поднимаем глаза наверх и начинаем сильно щуриться нижним веком. Как будто бы нам светит солнышко. Каждое упражнение нужно выполнять не менее 30 секунд. Сохраняйте свою красоту, будьте здоровы и счастливы. Как мы расслабляемся. Как мы расслабляемся.